Привет, я Антонио Сентена, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня, джентльмены, мы поговорим о длине брюк. Я расскажу о полной длине, средней и укороченной. Я объясню разницу между этими тремя вариантами и расскажу, как выбрать свою длину брюк. Дополнительную информацию вы сможете найти в статье на моем сайте Real Men Real Style. Я бы очень хотел, чтобы вы прочли ее. В ней все детально описано очень доступным языком. А также я там делюсь ссылками на полезные инфографики. Как должен сидеть костюм, как выбрать рубашку. Так что длина брюк – это всего лишь одна малая часть большого образа, как быть мужчиной, одежда которого идеально подходит для него. Лучшее, что вы можете сделать, это взять ваши штаны и пойти к портному, подогнать их под себя. Это не просто складка, и после этого видео вы сможете объяснить, что именно вы хотите. Это также о том, как штаны сидят на поясе, на бедрах. Ширина, длина – все эти детали создают образ стильного мужчины. Итак, первый способ. Без складки. Если у вас классные туфли, и вы хотите их продемонстрировать, или если вы невысокого роста, тогда длина брюк без складки, скорее всего, самая подходящая для вас. Она визуально делает ваши ноги немного длиннее, когда вы стоите ровно. И посмотрите на конец ваших брюк, где он касается вашей обуви. Он должен слегка задевать ваши туфли, может быть, даже слегка над ними. Брюки должны висеть, и в целом не должно быть никаких лишних складок возле обуви. Это называется без складок. Проблема с таким видом длины брюк, особенно если вы высокий человек, это может выглядеть, как будто вы носите застиранные штаны. Это то, что вам не надо. Это будет выглядеть стильно, когда дизайнеры выпускают костюмы, у которых складка находится очень высоко, и штаны супер короткие. Вам следует избегать этого, если вы не хотите казаться модником, или если вы высокий человек, потому что, когда вы ходите, это может выглядеть странно со стороны. Давайте перейдем к противоположной части. Поговорим о полной длине или длине со складкой. Когда штанина длиннее и собирается дополнительная ткань, в таком варианте длина брюк на 2,5-3 см длиннее, чем в предыдущем варианте. 3 см – это, конечно, уже своего рода экстремизм. Все зависит от вашего роста. Длина брюк со складкой – это для очень высокорослых мужчин или тех, кто предпочитает консервативный классический стиль. Это работает со всеми моделями брюк. Если у вас брюки со стрелками, в таком случае полная длина со складкой может быть вполне уместна. Если вы выше 180 см, то когда вы будете ходить, вам не придется волноваться о носках, что они видны каждый раз, когда вы делаете шаг. Но такая длина чаще всего у мужчин, потому что они никогда не ходили к портному, чтобы подогнать брюки под себя. С тем, что выходит за рамки этого, следует быть аккуратней, так как это может выглядеть небрежно. Запомните, очень важно подогнать длину брюк под себя. И что касается полной длины, то это зависит, конечно, только от вас, насколько вы ее хотите отпустить. И, наконец, моя любимая – это полускладки. Это та длина, которую я выбрал для большинства своих брюк, так как она берет лучше от предыдущих двух вариантов. Потому что ты не будешь светить своими туфлями. Когда ты ходишь, то тебе не придется волноваться за высокий подъем. И самое главное – половинная складка позволяет тебе обувать довольно большое разнообразие туфель. Когда складки нет вообще, и ты надеваешь ботинки, то возникает проблема. Это выглядит странно. Когда у тебя полная складка, и ты носишь что-то типа макосин, то внезапно ты можешь заметить, как брюки попадают под пятку. Для меня полскладки – это самый лучший вариант, у которого создается буквально незаметный уголок спереди и буквально на сантиметр-полтора выше каблука. Это идеальный вариант. Когда я иду к портному подгонять брюки, я всегда беру с собой пару обуви, которые буду носить вместе с ними. Женщины знают это лучше, чем мужчины, когда у них туфли на каблуке 5-8 сантиметров, и они подбирают к ним специальные брюки. Так что если у вас есть обувь на высоком каблуке, например, как ковбойские сапоги или туфли с высоким каблуком, и у вас может невысокий рост, тогда вам необходимо убедиться в том, что брюки идеально подходят под эту обувь, иначе это будет привлекать повышенное внимание. А это не та зона, куда вы хотите, чтобы люди постоянно смотрели. Хей, у этого парня отличные туфли! Затем они посмотрят наверх вам в глаза, и они проделают так несколько раз, но вам точно не надо, чтобы фокус был постоянно на ваших ногах. Я видел такое много раз, особенно это относится к людям, которые носят джинсы, которые слишком длинные и не подкатаны правильно. У них рвется пятка, они затираются. Если это случается с вами, то необходимо сходить к портному и подшить ваши брюки. Это все, ребята. Надеюсь, все было ясно. Переходите на статью, посмотрите картинки, и можете пройти по ссылкам на них. Вы найдете полезную инфографику, которая объясняет, как одежда и стиль может служить оружием для получения того, что вы хотите от жизни. Увидимся в следующем видео. Берегите себя.